приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем изобилие и достатке сегодня в этом видео мы уделим внимание вещам которые никогда не при каких обстоятельствах не держите в своей спальне обязательно досмотрите это видео до конца чтобы знать какие вещи и предметы мешают вам вашей жизни для того чтобы всегда вашей жизни было изобилие достаток и благополучие а прямо сейчас подпишитесь на канал эзотерика для тебя ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этой информацией с теми кому это действительно будет интересно важно и нужно это и поделитесь теми кого вы любите кого вы цените кому вы желаете мира любви и гармонии и так какие же вещи нельзя держать в спальне вы знаете спальня это место для отдыха для уединения и нашего спокойного сна поэтому атмосфера в этой комнате должна быть всегда соответствующая и не для кого не секрет что любой предмет в доме обладает своей энергетикой по этой причине если у вас есть определенные негативно влияющие вещи в вашей спальне то может нарушаться не только сон и ваше здоровье но и таким образом вы можете привлекать в свою жизнь проблемы беды и в том числе депрессивное состояние поэтому вашей спальне не храните некоторые вещи поскольку они создают вас негативный фон и препятствуют отдыху и вот расставив в спальне предметы хотя возможно они и выглядят привлекательно но с другой стороны собирают негатив вы сами себя окружаете энергией которая заметно усложняет вам жизнь и становится причиной различных несчастий и проблем не менее опасны предметы которые заставляют энергию застаиваться и наполненный такими предметами дом может забрать у человека желание жить и затормозит его развитие а чтобы наполнить спальню и уютом и вернуть в нее жизненную энергию нужно просто на всего убрать эти предметы которые способствуют накоплению негатива и застою энергии что же нельзя хранить спальне первое что следует вынести из спальни это фотоснимки альбомы различные журналы и книги еще раз повторимся спальне это все-таки место отдыха и полноценного сна следовательно и энергетическая атмосфера должна должна быть в ней соответственно и газеты стоящие на полках книги фотоснимки знаете все это захламляет пространство спальни ненужной информацией и все эти предметы именно уместны вашей гостиной либо в кабинете но в спальне энергии должны циркулировать свободно не задерживаясь возле предметов которые вызывают их застой далее ни в коем случае не держите старые журналы и газеты в своей спальне знаете что старые вещи являются источниками чужой энергетики поэтому старайтесь следить чтобы такие вещи как старые журналы газеты ранее принадлежавшие кому-то не хранились вашей спальне также не место вашей спальне срезаны и стоящие в вазах цветы такие цветы теряют свою жизненную силу и притягивают к себе мертвую полную негатива энергетику которой в спальне точно не место не менее опасны и цветы искусственные вашей спальне невзирая на всю их привлекательность и практичность их не следует именно держать в спальне потому что они подобно сильнейшему магниту притягивают к себе именно мертвую энергию что ставит под угрозу здоровья находящихся в спальне людей также в спальне не должно быть и живых цветов считается что живые цветы впитывают в себя вашу энергетику поэтому крайне нежелательно держать их в своей спальне чтобы во время сна их энергетика не передавалась вам также нельзя вешать картины с цветами по причине того что они отталкивают партнеров что же еще нельзя держать иметь именно в спальне зеркала хотя многие считают зеркало в спальне вещью просто необходимой и но с ее размещением следует обходиться достаточно осторожно например зеркало не следует устанавливать напротив постели поскольку отражаемые им энергии не дадут спокойно отдохнуть и восполнить силы зеркало размещают так что лежащий человек постели не мог увидеть собственное отражение не место в спальне декоративным фонтанчиком и всевозможным аквариумом даже если у вас аквариум самый маленький и с одной рыбкой для спальни они также не подходят помните движение воды и связанных с ней энергий могут спровоцировать бессонницу и тревожность кроме того звук бегущей воды не слишком способствует хорошему сну далее вашей спальне не должна быть никакая техника компьютер телевизор прочие гаджеты вовсе не помогают спокойному расслаблению а нахождение рядом подобной электроники спровоцирует некрепкий сон и соответственно утреннюю усталость поэтому данные предметы лучше оставить все-таки в гостиной не вешать и также в спальне изображение одиноких мужчин или женщин иначе вы сами сами можете остаться в одиночестве там должны быть только привлекательные романтические фотографии и произведения искусства которые изображают счастливые влюбленные пары также вашей спальне не должно быть никакого хлама не храните различный хлам под кроватью и в изголовье причина все еще в энергетике ведь когда беспорядок вокруг то значит и беспорядок ваших мыслях во время сна поэтому не складывайте туда всевозможные коробки чемоданы газеты игрушки не ставьте даже ночных горшков любая вещь под кроватью за исключением магического оберега создает застойную энергию вредному воздействию которые вы будете подвергаться во время сна над изголовьем тоже не должно ничего на находиться ни картин не светильников не зеркал не каких-то шкафчиков не книжных полок потому что они беспокоят вас будут во время сна это касается и встроенной мебели которые образуют полое пространство полое пространство испускают так называемые ядовитые стрелы на спящего человека оказывая давление на его голову и горло поэтому постарайтесь убрать из спальни мешающие вашему отдыху предметы и тогда вы сможете хорошо выспаться а ваше утро окажется действительно добрым